Правила интонационно-логического анализа. Вот такое у нас четверостишее. И не забудьте ясных дней, забав, веселья легкокрылых, золотых часов для сердца милых и старых искренних друзей. Вот Настя впервые, когда читала это четверостишее, она сделала большое количество логизмов. Как-то всё никак у неё, но не получалось сказать таким образом, чтобы всем было понятно, о чём речь. Всё время выделяла не те слова. Правильно? Было такое, да? Итак, сначала мы с вами ищем что? Так называемые единые понятия. То есть это бывает, как правило, два, иногда три слова, которые, в общем-то, обозначают что-то одно. В данном случае мы соединяем ясных дней. Но по известному уже вам закону, чаще всего акцентируется что? Какая часть речи? Существительное. Совершенно верно. Существительное. Итак, и не забудьте ясных дней. То есть существительное, да? Существительное подчапкиваем. Забав. Веселье легкокрылых. Это что опять у нас? Это единое. Единое понятие. Веселье. В данном случае веселье – это существительное. Веселье легкокрылых. То есть на нём в большей степени акцентируем, чем легкокрылых. Да? Дальше. Злотых часов для сердца милых. Видите, это уточнение для сердца милых. Но всё это для злотых часов. Злотые часы, опять-таки, это что? Единое понятие. Злотых часов для сердца милых. Вот эти все определения, уточнения, они даже проговариваются чуть быстрее. Понятно, да? И старых искренних друзей. Во-первых, восклицательный знак. Что мы поставим здесь? Интонация вверх. Интонация вверх. Раз. Во-вторых, когда у нас финал предложения, что мы делаем в смысле темпа? Паузы. Паузы. И что ещё? Замедление темы. Темпа. Замедление темпа. Правильно. Тут очень много перечислений. Когда у нас есть перечисление, я вас знакомлю с таким понятием, лесенка, да? Мы после каждого слова в перечислении поднимаем интонацию вверх. Понятно, да? Если их гораздо большее количество, то в определённый момент мы входим вниз и снова начинаем строить ту же самую лесенку. И не забудьте ясных дней, забав, веселье легкокрылых. Ушли вверх. Видите? Веселье легкокрылых, да? Забав. Видней. Веселье легкокрылых. Уходим снова вниз. Ну, некуда дальше уже подниматься, да? Золотых часов для сердца милых. Как помним, это надо проговорить быстрее, да? И старых пауза. Искренних друзей. Замедление темпа. Ну, давай, Настя, поскольку ты начинала работать над ним, давай, пробуем. И не забудьте ясных дней, забав. Так, стоп, что забыла? Пауза. Нет, я повысила. Ясных дней. А ты сказала ясных дней. И поставила точку. Ясных дней. Забав, веселье легкокрылых. Дальше. Золотых часов для сердца милых. И старых. Искренних друзей. Нет. И старых. И поставила точку, да? И старых. Никуда не уходи. Искренних друзей. И опять же верх, да? Даша, пробуй. И не забудьте ясных дней. Забав, веселье легкокрылых. Золотых часов для сердца милых. И старых. Искренних друзей. Давайте похлопаем Даши. У Даши получилось лучше всех. Берем другие четверостишие. И проделываем все в таком же порядке. Теперь как бы об этих тонкостях вы уже знаете. Договорились?